Путин боится ареста и захотел переговоров с Украиной. Лавров воскрес и снова обвинил во всем Запад. А Песков рассказал про приоритеты диктатора. Про все расскажу. Погнали! Люди испытывают, проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главные задачи, которые противник ставил перед собой, остановить наше наступление на Донбассе, они не достигли. Поэтому уверен, что и эта провокация провалится. Ну и возникнет после этого, мне кажется, возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались. Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации. Именно в Курской области. И с их попытками дестабилизовать ситуацию в пригранище в целом. Путин, который еще несколько недель назад грозно там стучал кулачком по столу, топал своими ножками и говорил, что нет, мы с Украины вообще говорить не собираемся. О чем там с Украиной говорить? Мирного диалога быть не может и не будет. На 27-й день операции ВСУ в Курской области пересмотрел свое отношение к переговорам с Украиной. В качестве предварительного условия для начала мирного диалога, внимание, он назвал отступление ВСУ с территории Курской области. Уже вот так вот заговорил. До этого, напомню, таким условием было отступление ВСУ за границы аннексированных областей Украины. Ну а теперь с Курской области. Хочется спросить, что ж ты, Вова, сдал назад? Где же все эти визги про отказ от диалога с Украиной? Тут можно спокойно констатировать, что все эти басни про то, что в Украине будто бы нет легитимной власти, с которой можно вести переговоры, на этом все закончились. Более того, просроченный дедушка, который называет себя президентом России, все никак не может признать, что на территории его страны идет война. Он уверенно продолжает твердить про какую-то ситуацию, про какие-то провокации. По его логике, никакого вторжения армии соседнего государства в Курскую область нет. Это все, чтобы вы знали, провокация бандитов, с которыми надо поскорее начать мирные переговоры. Наберите воздуха, друзья, дальше будет еще интереснее. Смотрите, сейчас у нас растет интерес к китайскому языку. Почему? Да потому что контактов много. Бизнес развивается соответствующим образом. Очень много партнеров появляется между Россией и Китаем. Они появляются естественным образом. У нас свыше 200 миллиардов долларов оборот с Китаем. Уже 230 по разным подсчетам. И объем увеличивается. А что это значит? Это не просто значит, что товары перевозятся из одного места в другое, из одной страны в другую. Или не просто наши коллективы создаются научные, совместные и так далее. Это значит, что когда люди общаются между собой в решении конкретных задач, которые жизнь перед ними ставит, возникает потребность изучения языка друг друга. Члены моей семьи, говорят уже маленькие, на китайском языке, говорят свободно. Вы все правильно поняли. Дети российского диктатора, которые помешаны на мнимом величии России, учат сейчас китайский язык и даже свободно на нем говорят. Да, хорошо Россия при Путине развивается. Дети уже его понимают, что русский язык навряд ли где-то им будет нужен. Китайский то важнее. Вообще, еще смешно то, что Путин таким глупым способом хотел, очевидно, чтобы подлизаться к своим китайским партнерам, и так вот ненароком спалил своих внебрачных детей от Кабаевой. Вот уж будет журналистом работенка. Ну да ладно. Где это вообще Путин сейчас и почему он не на фронте, спросите вы меня. А я вам сейчас расскажу. Человек, похожий на Путина, продолжает свое попутное турне по разным регионам России, где он не был кучу лет до этого. Сегодня персонаж прибыл в Туву, где не был 10 лет. За это время регион практически не поменялся. Особенно не поменялась там железная дорога, строительство которой торжественно 13 лет назад открывал Путин. И более того, сам вбивал туда костыль. Что тогда, что сейчас на месте 50 метров рельс. Из ниоткуда в никуда, посреди ничего. Тува это регион, где преступность и алкоголизм зашкаливают, а бедность там только растет с каждым годом. И судя по видео из соцсетей, местных там поразил кортеж Путина из десятков машин. Просто, наверное, столько пафосных тачек жители не видели в одном месте с рождения. Ну, хоть на этот раз без вертолетов в сопровождении приехал этот народоизбранный лидер. Так вот, что вы думаете, Путин туда прилетел решать какие-то проблемы местных, помогать им как-то? Я вас умоляю, он туда залетел, потому что ему просто было по пути. Завтра этого геостратега ожидают в Монголии. Ну, и таким же образом этот голубь недавно посещал Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Чечню. Это все на обратном пути из Азербайджана. Но знаете, какая есть интересная штука? Я заметил некую закономерность в поездках этого сбрендившего дедушки. Он посещает регионы, в которых давно не был, и в которых люди активно подписывают контракты с Минобороны. Тува стала лидером среди субъектов Российской Федерации по соотношению участников СВО с размерами населения. Толкает тувинцев на смерть крайняя бедность и отсутствие перспектив у них дома. И именно поэтому сегодня диктатор для деток сделал такую промо-акцию и рассказал, что войска России мощные, успешные и добиваются своих целей. Ну, это просто, чтобы потом детки не спрашивали у своих мамашек, а куда ж подевались их папашки. Теперь речь идет не о том, чтобы двигаться там по 200-300 метров вперед. Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами. Смотрите, ВСУ взяли под контроль более чем 1200 квадратных километров Курской области. Это все провокация. Окупанты захватили около 160 квадратных километров на Донбассе. Это успешное наступление. Поэтому, дети, гордитесь русской армией и учите китайский. Он вам в будущем пригодится. Ну, а пока диктатор собирается в Монголию, где, напомню, его должны бы по идее арестовать, но, как я и говорил в предыдущем выпуске, шансов на это мало. Прошло уже несколько дней с момента того, как стало известно об этом визите. Ну, я думаю, вы заметили, что тема возможного ареста Путина по ордеру МУС в Монголии стала главной в его визите для всех СМИ. То есть, Творец Русского Мира, крушитель колониальной системы, великий геостротек вынужден тайно получать клятвы и обещания у Монголии перед своими полетами дальше заднего двора. Путин несколько раз спросил, не арестуют ли его в Монголии. Такие вопросы президент задал представителям ФСО МИД и Дмитрию Пескову. Собеседники канала говорят, ГАГА может применить против них серьезные санкции, но они готовы терпеть их ради России. А Владимир Владимирович своим визитом в Монголию окончательно развеет все слухи о своей якобы международной изоляции. Другой собеседник сказал, что у него определенные опасения насчет Монголии есть, но он надеется, что они окажутся напрасными. Раньше, бывало, в канун поездки того же Путина обсуждались детали протокола и то, о чем пойдет разговор с другой стороной. Ну а теперь, как пел Высоцкий, Путин летит туда, где принимают. Понятно, что визит сам по себе больше имеет пропагандистский характер. Ну, чтобы выйти из этой гаагской тени и показать, что вот, ордер дали, а я себе спокойно в Монголию полетел. Это все, на самом деле, может плачевно закончиться для Монголии, поскольку страна просто утратит доверие цивилизованного мира. Поэтому все зависит от приоритетов этой страны и влияния партнеров на нее, в том числе и Китая. Китай может дать как свои условные гарантии безопасности, но может и наоборот занять неудобную позицию по отношению к Монголии. Просто влияние КНР на эту страну действительно серьезно. По поводу Китая. Сегодня воскрес Лавров. На фоне проблем с проведением транзакций между Россией и КНР, он допустил бартеры между этими странами. У нас с Китаем почти 95% торговли обслуживаются в рублях и юанях. А с Китаем бартерные схемы, я не вижу в них необходимости. Хотя в них нет ничего предосудительного. Если это удобно и позволяет не зависеть от банковских переводов, которые США и их союзники пытаются всячески пресекать, то почему бы и нет? Культуры разные, но, конечно, разные. Разные цивилизации, это всем понятно. Но почему это должно каким-то образом влиять на торговлю, инвестиционные сотрудничества? У нас с Китаем отношения на самом высоком уровне за всю историю их существования. Ну, бартеры, вы что же понимаете, они могут быть самыми разными и не всегда удобными для Кремля. А учитывая экспансию КНР на Россию, я думаю, что в большинстве случаев эти бартеры будут неудобными Путину. Но об этом Лавров почему-то решил не говорить. Лавров решил высказаться про плохой Запад, который ну так хочет уничтожить Россию. Что аж жуть. Мы слишком сильны, слишком самостоятельны. И надо что-то с этим делать, желательно развалить. И тоже весьма показательная история повторяется. Ведь сегодня эти 50 стран собраны против России тоже под нацистскими знаменами. Учитывая суть режима Зеленского. Да и не только суть, а учитывая даже шевроны и знамена, которые носят бойцы так называемой украинской армии. Да, Сергей, вы слишком сильны, вы слишком самостоятельны. Именно поэтому у вас дети Путина говорят на китайском. Именно поэтому вы самостоятельно теряете территорию своей страны. Именно поэтому у вас экономика пробивает очередное днище. В июне этого года прибыль российских предприятий сократилась на 860 миллиардов рублей. Все по плану. Так и было задумано. Это просто все чертов Запад играет с огнем. Но у России только прогресс. Песков же не даст соврать, правда? Они заигрываются, они заигрываются, но зная решительность нашего президента. Да, он решительно нюхает яблочки. Зная наш потенциал нашей страны, который оказался даже больше, чем мы предполагали. Тазайшун Шэнма. О чем говорят и темпы экономического развития. О чем говорит и военная мобилизация нашей экономики. Да-да, отрицательно мобилизовались в долги перед КНР, КНДР и Ираном. Во. У меня нет сомнений, что если придется, то будет сделано все для защиты наших интересов. Ну а Курская область в интересы Путина явно не входит. Ну, чтобы вы понимали, напоследок еще скажу. Песков говорит, что диктатор уже ответил за вторжение на их землю. Просто, наверное, эти варварские обстрелы гражданских, уничтожение дворца спорта в Харькове, удары по супермаркетам, школам, спортивным площадкам и были этими ответками. Все, что нужно понимать про приоритеты Путина. Он там уже кабы на суджу в Курской области скидывать начал. А это же его земля. И своих он же не бросает. Ну, в общем, буду на этом заканчивать. Спасибо вам за просмотр. Традиционно призываю вас сохранять холодный разум и продолжать поддерживать украинские силы обороны. Потому что это действительно есть самым главным сейчас. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok